Значит, сегодня у нас тема, как продавать на большие чеки и что такое вообще продажи, буду делиться, собственно, опытом, исходя из того, как продавать там на 200, 300 тысяч, 500 тысяч, миллион и выше. Это не только будет полезным маркетологам, но и фрилансерам, любая тема, неважно, чем вы занимаетесь, продаете сайты, дизайн, продажи, вообще неважно, вот, если вы работаете с клиентами, да, то это вам будет сегодня актуальна информация. Вот. Значит, формат сегодняшнего общения какой? Мы в Zoom все собрались, у вас есть возможность задавать мне вопросы, общаться, вот, и в идеале, если мы будем коммуницировать, то есть не только я буду говорить, но и вы бы тоже будете рассказывать свои какие-то моменты, вопросы, вот, и первое, что я попрошу сделать, это задать свои вопросы касательно продаж, да, то есть вот, какие у вас есть проблемы, связанные с продажами, там, сложности, трудности, да, вот давайте сейчас максимально соберем пул вопросов, и я буду стараться на них отвечать, либо там кто-то из участников тоже может там поделиться своим каким-то опытом. Тайминг у нас примерно час-полтора где-то. Андрей Горбунов, какой вопрос? Да, Максим, Максим, привет, я понял, что ко мне обращаешься. Да у меня, наверное, нет никакого вопроса, мы с тобой крайний раз созванивались по бесплатной консультации, ты мне обозначил все моменты, которые мне нужно прорабатывать, я сейчас этим занимаюсь, взял двух или трех людей, но я им ничего не продаю, как ты сказал, то есть сначала помогу им бесплатно, соберу кейсы, а потом уже буду продавать, поэтому по продажам вопросов нет, просто пришел к тебе... Начну с чего, да, с того, что я не сразу пришел к продаже больших чеков, и у меня задача сегодня не хвастаться, а именно поделиться своим опытом, этот опыт был через пот и кровь, так скажем, да, через проблемы, через суды, через кредиты, через кучу недовольных клиентов, кучу несданных проектов, в общем, я говна паял так это, с лихвой, так скажем, да, то есть прям тяжелый у меня был путь к осознанию определенных моментов, да, и в начале своего пути я четко могу сказать, что я стеснялся, во-первых, продавать дорого, да, то есть у меня были проблемы с тем, что я не понимал, как вот люди могут купить что-то за 100 тысяч, за 200, за 300. Второе, что я чувствовал, то что я не достоин таких денег, да, то есть я думал, что, ну, как бы кто-то там может продавать, да, там, но я точно не готов сейчас эти деньги принимать, и вообще, типа, ну, то есть вот чисто с моим пониманием состояние было это связано. Еще моменты были то, что в моем окружении никто такие деньги никому не платил, да, то есть это тоже влияет, потому что, ну, как бы и сам я не платил такие деньги, за что-то, да, и в моем окружении люди не платили за это, то есть это не было в моей зоне комфорта. Вот, поэтому давайте начнем с этих вот моментов, да, вот, если вы хотите начать продавать дорого, если вы хотите там продавать свои услуги, неважно, чем вы занимаетесь, там, за 100, за 200, за 300 тысяч рублей, соответственно, первое, что нужно сделать, это поменять окружение, то есть в вашем окружении должны быть люди, которым окей платить такие деньги за что-то, и для вас тоже должно быть это окей, да, то есть вы должны сами попробовать за что-то заплатить, то есть если вы, например, хотите заниматься консалтингом, да, там, и, вот, соответственно, если вы хотите сами заниматься, там, продажей консалтинга за 100, за 200, за 300 тысяч рублей, купите сами это у кого-то. Зачем это нужно, да, вот, сегодня я проводил там наставничество для Саши, девочка, да, вот, и я ей тоже дал такой совет, что если она хочет, там, скажем, продавать услуги по продюсированию за 200, за 300 тысяч рублей, то первое, что она должна сделать, это купить у кого-то эту услугу и почувствовать себя в роли клиента, да, то есть пройти этот путь клиента и понять, как она может сама его улучшить, как она чувствует себя как клиент, и у нее в голове перещелкнет, что если она сама купила эту услугу и она увидела, что кто-то ее продает за такие деньги, да, и, как бы, и, скорее всего, не идеально исполняет данную услугу, то она тоже может это делать. Это очень классный, действенный способ того, как вам, там, повысить свой средний чек, ну, по-быстрому, так скажем, да, чтобы не отрабатывать в себе, там, синдром самозванца, там, не прорабатывать в себе, там, какие-то моменты, связанные, там, с комплексами, с паттернами поведения, там, с, там, ну, с головой очень долго муторно работать. Так, вот, первое, что нужно сделать, это купите эту услугу, которую вы сами хотите продавать у кого-то, пройдите весь путь клиента, простройте точки касания и проанализируйте, что вы можете на этом пути улучшить. Второй момент, который нужно сделать, это понять, не играете ли вы в какую-то игру, да, когда вы занимаетесь заработком денег, да, вот что я имею в виду, я об этом писал в Инстаграме, ВКонтакте, там, ну, кто где меня читает, что когда мне пришло осознание, что я вместо того, чтобы зарабатывать деньги, я, там, пытаюсь получить свою важность, там, пытаюсь, там, получить от клиентов признание, любовь, понимание, чтобы они меня похвалили, да, там, как-то, там, еще что-то, то это не про деньги, это про манипуляцию, это про социальные отношения, да, то есть есть два типа отношений, и социальные, есть рыночные, да, и когда мы говорим про зарабатывание денег, это именно рыночные отношения, если мы переводим наши рыночные отношения в плоскость социальных, а как они туда переходят? Они переходят за счет того, что мы начинаем дружить с клиентами, там, либо мы начинаем с ними чаще общаться, либо мы начинаем им, там, фамильярничать, да, там, то есть мы автоматом переводим плоскость нормального общения рыночного в социальное, то есть мы из рабочего переходим, из рабочих отношений переходим в дружеские отношения, да, а какие у нас моменты социальные бывают, да, там, социальных отношений, какие у нас роли бывают? Роль сына, дочери, да, там, роль брата, сестры, роль друга, там, роль отца, роль матери, да, и вот именно в таких вот отношениях очень сложно зарабатывать деньги, потому что если вы в роли, там, сына, дочери, то, ну, детям деньги не платят, да, то есть, там, если вы хотите зарабатывать, там, большие деньги, там, 300-500 тысяч, миллион, а то и выше, то вам нужно понять, что, как бы, если ваши клиенты вас воспринимают как детей, то они могут вам, вас похвалить, они могут вас поддержать, они могут, там, не знаю, что-то, там, что-то вам сказать, как-то вас, там, не знаю, там, ну, обнять, не знаю, но это не про деньги, это не про работу, потому что большие деньги, они зарабатываются в позиции взрослого-зрослого, да, то есть, когда вы находитесь в позиции взрослого, когда ваш клиент находится в позиции взрослого, если вы переходите в позицию ребенка, то автоматом клиент уже становится либо родителем, либо таким же ребенком, скорее всего, родителем, потому что у нас, как правило, отношения, они, как бы, диаметрально противоположны, то есть, они, как бы, либо родитель-ребенок, либо, точнее, ребенок-родитель, либо родитель-ребенок, вот так, они по диагонали идут вот следующий момент до который по продажам важно понять это что деньги это энергия да как бы эта энергия потому что мы затрачиваем время и силы чтобы заработать эти деньги и когда мы кому-то что-то платим на там за какую-то услугу то тут очень важно понимать что человек которым мы платим деньги может не также относиться к этим деньгам также как мы на то есть ну простой пример скажу вы зарабатываете за 100 тысяч рублей в месяц вы покупаете услугу за 100 тысяч и для вас это месяц работы то есть как бы вы потратили на это большой пласт энергии больше больше к большое количество времени но если человек зарабатывает миллион в месяц то для него 100 тысяч это не такие большие деньги то есть отношение к одной к одной и той же услуги будет абсолютно разным этот шаг который зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц и платит вам эти 100 тысяч за какую-то услугу то у него будет завышенное ожидание и вот эта проблема завышенных ожиданий она многих останавливают от продажи на большие чеки что вы думаете что у вас там осудит там у вас там не поймут не оценят там вам не будут такие деньги платить то есть куча куча вот этих но если появляется вот как с этим бороться это опять же позиция взрослый взрослый и находите именно своих клиентов да то есть не пытаться там перевести клиента там самому там из одного состояния другое да то есть там позже если человек зарабатывать 100 тысяч в месяц ему пытаться объяснить что ваша услуга стоит 100 тысяч просто примите как факт что это не ваш клиент это не ваш человек да и поэтому очень важно выстраивать фильтр самом начале да то есть понять кто ваш идеальный клиент то есть кто тот клиент которого вы ждете описать его да то есть чем он занимается какой обороты у него в бизнесе понимает ли он вашу услугу да как как хорошо он понимает вашу услугу то и сколько он готов за нее заплатить платил ли он до этого уже вот есть такое понятие как клиентская пирамиды потребности я при нее рассказываю там часто на конференциях вот есть условно там первый уровень клиентов это клиенты которые находятся на базовой потребности да то есть у них там предположим есть там бизнес у них есть какая-то маленькая оборотка но у них нет отдела маркетинга дело продаж есть второй уровень осознанности клиентов это те которые там уже там начинает кого-то нанимать там у них там есть менеджер по продажам вот третий уровень это те кто начинает уже что-то считать помимо того что нанимает людей то с них и стираем систему у них есть какая-то там аналитика бизнес-процессы устраиваются вот и соответственно четвертый уровень это те кто уже так сказать наелся да там и имеет опыт вот и они уже более избирательны в поиске там людей с кем с кем хочется работать вот поэтому нужно понять на каком уровне находится ваш клиент и с кем вы хотите работать вот потому что я сейчас объяснил если вопросы даниил спрашивает если уже перевел отношения с клиент на социальный уровень реально ли вернуть обратно или просто искать новых нереально это уточнение это это реально но будет очень сложно даниил могу и на самом деле сейчас включить да привет да но в общем ситуация такая у меня не я у меня агентство маркетинговое то есть мы предоставляем услуги в пися и есть клиент тоже агентство в россии достаточно большое я знаком лично с этим основателем но у них больше инфлюенс агентство и они нам предоставляют клиентов регулярно и как бы за неопытностью своей я начал с ним именно как к решится дружить и так далее вот и собственно говоря это на самом деле пока не не мешает то есть я не могу сказать что мне это мешает на данный момент но я понимаю что я хочу там повышать цену на услуги там работать каких-то клиентов не брать себе которых он не передает и то есть получается уже начинается ситуация когда я ему говорю что смотри я хочу там брать не 30 тысяч рублей а 50 тысяч рублей условно потому что сейчас отвечу ты оставайся на связи оставайся отвечу смотри вот представьте себе два сосуда рыночную отношение называют и социальные как-то у вас социальные сосуд полон рыночные маленький то вам нужно менять баланс то есть вы хотите скажем повысить чек то есть хотите больше рыночного меньше социального от человека будет неприятно потому что за счет социального перекрывал как раз таки вот эту маржу которую хотите навесить то есть как бы люди в любом случае получают определенную объем энергии либо в виде денег ли благодарю в виде вашего отношения И он, соответственно, это работает как в ту, так и в другую сторону. То есть, например, если вас там наняли на работу, к вам относились хорошо, то вы были готовы и за 50 тысяч рублей выполнить эту работу, потому что вы получали отношения хорошие. То есть у вас, по сути, общий объем этих двух сосудов, скажем, был там 100. Но как только к вам начали хуже относиться, вы начинаете требовать больше денег. Правильно? Так же и в обратку. То есть вот она, вот этот баланс, понимаете? И как только вы начинаете менять баланс, для вас это стресс, и для клиента это стресс. То есть представьте, вы хорошо общались с человеком, и он за счет того, что с вами хорошо общался, давал вам те эмоции, которые вам были прежде всего необходимы. То есть если ты дружишь с клиентами, значит тебе необходимы какие-то определенные эмоции от этого клиента. Опять же, ты играешь в какую-то игру. То есть получение важности, нужности, принятия любви, понимания, внимание, признания, еще чего-то. Как только ты наигрался, ты такой, так, мне хватило. То есть ты этого клиента заюзал, ты начинаешь повышать чек. А он-то привык, что он закрывает вот этот денежный пласт за счет той энергии, которая тебе дает. Понимаешь, что я говорю, Даня? Да, сори, почему-то опять замутился. Да, я понял, о чем ты говоришь, но смотри, какая ситуация. То есть мне сейчас этим клиентам абсолютно невыгодно расторгать какие-то отношения или на рога как-то, да, знаешь, идти, что вот все, работают там только дороже, потому что, ну, то есть я могу аргументировать, да, почему я хочу работать дороже. Но он мне предоставляет клиентов массово. То есть, грубо говоря, он дает много клиентов, за которых я не плачу денег. Очень хороший есть выход из этой ситуации – это поставить между вами какого-то менеджера. Либо переподписаться, то есть вот как я делал, да, скажем, когда я понимаю, что у меня с какими-то клиентами дружеские отношения, то в рыночные я уже не смогу с ними вступить. Я просто говорю, ребят, смотрите, ну, клиент, там, типа, вот у меня есть команда, вот вы с ними договариваетесь, вот вы с ними подписываете договор, и конкретно с моей командой у них только сугубо рыночные отношения. То есть я продолжаю социально с ними, социальные отношения, да, то есть поддерживаю дружбу и так далее. Но если пласт работы, то пласт работы я перевожу на другого человека. То есть это может быть либо менеджер мой, который с ним ведет коммуникацию, только сугубо рабочие вопросы закрывают, либо вообще, как бы, я говорю, вот я, а вот моя команда. Вот можно так у тебя сделать? Да, это вообще супер идея на самом деле. Вот, вот. Спасибо. Пожалуйста. Так, у кого еще какие вопросы, давайте в чате посмотрим. Так, там немножко прерывалось, как я понял, значит, как провести первое касание, чтобы клиент не думал, что ты им хочешь что-то впарить, если это холодный клиент, правильно? Да. Да, отвечаю на вопрос, смотри. Есть разные уровни осознанности клиентов, да, то есть об этом я часто рассказываю тоже, там, на выступлениях, на конференциях и в Инстаграме у себя. Вот, важно понять следующее. Какой уровень осознанности нужен для твоего клиента, чтобы он тебя купил? Ты можешь прям прописать уровень осознанности. Давай на простом примере тебе объясню. Вот смотри, предположим, я продаю сложную услугу по автоматизации бизнеса, да, то есть там стираем систему, автоворонки и так далее. Могу ли я продать свою услугу бизнесу, у которого нет маркетолога, который сам там занимается сайтом, рекламой, у которого оборот там 200 тысяч рублей в месяц. Могу ли я ему продать такую услугу, как ты думаешь? Ну, хотя нет, наверное, как. Да, нет, правильно, нет, потому что он не увидит в этом ценности. Ценность у него появится только тогда, когда он поймет, что ему нужна автоматизация. А поймет он это, когда он наймет маркетолога, когда он начнет получать большое количество заявок, он поймет, что ему нужна автоматизация. То есть он как бы сам к этому придет. Это называется сформированный спрос. То есть это люди, которые готовы у тебя уже сейчас покупать. Но у тебя еще другой выбор есть. Смотри, ты можешь подвести этого клиента к этому уровню осознанности. Как? За счет контента. То есть, например, я когда контент делаю в Инстаграме, я порционно продаю определенную идею людям. Например, идею сегодня мастер-майда. В конце я буду вам рассказывать, как в таком же режиме со мной общаться год. То есть я делаю такой мини-запуск, лонч на мастер-майнд-группу. И, соответственно, что я делаю? Я вот общаюсь с вами, вы видите в этом ценность. Ну, не все, но какая-то часть людей в этом ценности увидит. Увидит то, что за счет вот этих вот разговоров, разборов, обменом опыта мы можем вместе вырасти. И после этого, получается, у вас уровень осознанности, то есть уровень понимания, зачем вам нужно окружение и мастер-майнд, и ответы на вопрос у вас повышается. Соответственно, ценность решения вашей проблемы, она выше. То есть вы понимаете, что да, это оно, это мне нужно. Как это сделать с клиентом? Подготовь определенные шаги, касания для таких вот холодных, неосознанных клиентов, которые пока что не видят в тебе ценности. То есть нужно людям порционно, по порядку, по чуть-чуть объяснять, почему они должны у тебя купить и почему именно за эти деньги. Как это сделать? С помощью СММ, с помощью рассылки, с помощью лид-магнитов, с помощью воронки, с помощью вот таких вот эфиров, которые ты можешь проводить там каждую неделю. Таким образом, люди, совершая касание из раза в раз, у них повышается степень понимания твоего оффера. Понятно объясняю, да? То есть нужно не сразу пытаться продать клиенту, если ты понимаешь, что он пока не готов заплатить. То есть невозможно школьника сразу засунуть в университет или сказать, иди работай. Да, конечно, он может начать работать, но эффективность от этого будет очень низкая. Соответственно, твоя задача помочь клиенту перейти из одного пласта понимания в другой пласт понимания, да, там, твоего. То есть есть сайты за 20 тысяч рублей, есть сайты за 100, за миллион. И если человек всю жизнь покупал сайты за 20 тысяч рублей, и он думает, что сайт не может стоить 20 тысяч рублей, он находится на уровне осознанности 1. А как его довести до уровня осознанности, там, 2 или 3 или 4 или 5, чтобы он готов был заплатить 500 тысяч? Сразу не получится. То есть если вы просто объявите, типа, вот у меня стоит 500 тысяч, он скажет, ты что, типа, я вон за 20 тысяч делаю сайты. Но если ты начнешь ему постепенно объяснять, что за 20 тысяч рублей у тебя человек, который делает сайт, он не прорабатывает целевую аудиторию, он не прорабатывает буллеты на сайте, он не разбирается в психоколористике, да, там, психологии цвета, он не разбирается, там, как правильно, там, выстроить, там, эти кнопочки, еще что-то. Он работает по шаблону. То есть он скачал в тильде какой-то шаблон, поменял там текста и сдал тебе сайт. Он не занимается, там, качественной версткой. То есть вот эти моменты ты, как бы, объясняешь, при этом лучше, если ты будешь раскрывать каждый момент с точки зрения ценности для него, как для клиента. То есть почему ему важно, чтобы был эксклюзивный дизайн? Почему важно, чтобы маркетолог перед тем, как создавать сайт, провел брифование с тобой и разобрался вообще для кого этот сайт, там, для мужчин или для женщин, для, там, более возрастной аудитории, либо для молодежи. И когда ты это будешь объяснять с помощью контента, с помощью рассылок, с помощью эфиров, то клиент сам придет к тебе и скажет, слушай, да, я понял, что сайт за 20 тысяч – это как вот это, да, там, то есть когда он решает вот эти задачи. А если я хочу сайт более профессиональный, хороший, то я готов за это уже заплатить 300. Понятно, да? Хорошо. Спасибо, Юля. Добрый день, Максим. Добрый день. Подскажите, вот у нас такая ситуация, мы с моей подругой, коллегой, ну, как бы, хотим организовать один бизнес. Мы пока только в процессе обучения. Это изделия из эпоксидной смолы, это интерьерные картины, различные подносы, подставки. Как правильно разграничить наше взаимоотношение так, чтобы каждый вкладывал поровну? Я не имею в виду финансово, а имею в виду эмоциональный вклад. А что ты понимаешь под словом эмоциональный вклад? Может, чуть более подумать? Ну, даже не эмоциональный, а скорее, наверное, интеллектуальный даже. То есть я, например, сейчас пошла учиться офлайн на курсы по СММ. Я пытаюсь разобраться в техниках продвижения. То есть нам же нужна какая-то платформа для того, чтобы себя продвигать. И для этого я ищу различные пути. А вот у нее немножко другой подход, может быть, более такой боязливый. Не совсем, может быть, она верит в то, что это получится у нас. То есть она не совсем понимает вообще, для чего мы это делаем. Хорошо, хороший вопрос. Сейчас отвечу. Смотри, бизнес-отношения, они очень схожи с отношениями мужчин и женщин, семейными, любовными. Вот вопрос. Если один из супругов больше вкладывается в отношения, а другой как бы не вкладывается, что в данном случае нужно делать, как ты думаешь? Ну, тут есть два варианта. Либо пытаться расшевелить человека, либо расстаться. Ну, радикально, конечно, но в принципе, да. То есть, но не расшевелить. Смотри, какой момент. Изначально, когда формируются отношения мужчин и женщин, ну, то есть вот как вот у меня, например, было в отношениях, да, то есть я, у меня есть определенное видение, да, видение отношений. То есть, кто я в отношениях, какой я на себя функционал беру, и какой функционал берет на себя женщина, и какой у нее функционал в отношениях. Если наше видение сходится, то у нас, ну, отношения сильные, хорошие, они развиваются. Согласны? Да. Да. Но когда видение разное, вот есть такая книга классная, «Пять языков любви», да, это про отношения. То есть люди по-разному понимают отношения, по-разному понимают любовь, так же, как и бизнес. Мы сейчас перейдем в бизнес. То есть вот в отношениях, скажем, для меня проявление любви – это когда, предположим, мне дарят подарки и за мной ухаживают. Ну, в плане, там, помогают по хозяйству, там, готовят мне. Это для меня любовь, потому что так я привык получать любовь от мамы, да. И, скажем, по сути, если я так понимаю любовь, то я так же ее и проецирую на другого человека. То есть я думаю, что если для меня это любовь, то и для другого человека это любовь. Соответственно, я начинаю дарить девушке подарки, там, цветы, водить в рестораны, а для нее, например, понимание любви – это внимание, да, то есть, например, там, поднять стульчак в туалете, да, там, вынести мусор, что-то более бытовое такое, да. И у нас тут дисконнект. То есть, получается, я ее пытаюсь задарить цветами, то есть показать свою любовь через цветы. Она, получается, для нее любовь – это не цветы, для нее цветы – это как бы, ну, прикольно, но как бы неважно. Для нее могут быть цветы – это как бонус, а любовь для нее – это помощь в бытовом, то есть, помощь в хозяйстве. То же самое в бизнесе. То есть нужно определиться, а как вы понимаете развить, как бы, бизнес оба, да, и что для вас бизнес. То есть для тебя бизнес, как я понял, это развиваться, вкладывать в себя, там, изучать что-то новое, там, пробовать, там, какие-то инновации совершать, создавать, да. Но для нее это может быть вообще другое понимание бизнеса. Для нее бизнес – это, например, ну, вот там, четкий план, вот я это сделал, неважно когда, неважно насколько, результат есть классный. Понимаешь, что я говорю? Да, понимаю. То есть тут нужно что определить? Нужно вам просто оба сесть и пообщаться, то есть понять, в одном ли векторе вы смотрите, то есть понимаете ли вы оба одинаково ваш бизнес, то есть какой он должен быть и, как бы, какой функционал вы берете друг на друга, то есть разделить обязанности, плюс по соционике понять, кто вы. Например, вот когда я подбирал команду в свое агентство, я проводил, там, есть такой тест, 16 персоналитис, да, там, в гугле, где определить, кто вы есть, какая у вас роль в бизнесе, да, и роль по жизни. То есть у меня роль, у меня, как бы, более-больше творческая, да, то есть у меня, я сам творческий человек, то есть у меня креатив, у меня мозг работает, но я абсолютно не умею менеджерить, там, что-то там договора составлять, за коммерцию, за финансы отвечать, там, я не обязателен, да, то есть я могу там забыть о чем-то, то есть я не собран, то есть у меня как и плюсы, так и минусы есть. Соответственно, чтобы моя компания росла, мне нужно партнеров находить под свои минусы, у которых, у тех людей, у которых это плюсы, то есть я нахожу партнеров, которые меня усиливают, не одинаково со мной мыслят, да, то есть мне не нужно второго макса в компанию, зачем, зачем два артиста, два продюсера в компании одинаково, с одинаковыми целями, с одинаковыми желаниями и потребностями. Мне нужен человек, который разделит со мной миссию компании, но при этом возьмет на себя другой функционал, тот, который у меня не получается. И вот, и тогда получается инь-янь, тогда получается гармония, то есть условно есть человек головой, человек руки, человек администратор, человек креатив, вот это идеальная связка, ну, как пример, понимаешь? Да, спасибо. Да, да, а у вас получается, видимо, где-то вот, либо вы один и тот же функционал на себя взяли, либо у вас непонимание, как бы, самого бизнеса, и что должно делаться, и вы, как бы, на берегу не договорились, как это разделить. И, скорее всего, тогда, когда вы это разделили, тому человеку, вашему партнеру, которому вы что-то дали, какой-то функционал, ему, что это не нравится вообще, может, это вообще не его, может, он тоже хочет заниматься там чем-то, но он вынужден другими заниматься, да? Хорошо, спасибо большое. Да, да. Спасибо. Так. Спасибо. Пожалуйста. Ну, короче, у меня в голове есть, ну, такая штука, что если нет кейсов, не можешь подтвердить, значит, контент не можешь выдать нормальный, чтобы тебя купили. Как бы, у меня в этом, в основном, то есть я могу поднять уровень осознанности, рассказать, но, типа, там, ну, знаешь, у меня проблема была всегда, типа, там, отзывы собрать, там, ну, такая штука, потому что клиенты, в основном, такие, ну, не очень благодарные, там, ну, такое. Смотри, я вопрос понял, я думаю, для всех тоже понятен, отвечаю на твой вопрос, смотри. Есть разные уровни конкуренции, тоже пирамида. Значит, на первом уровне конкуренции находятся те клиенты, которым важна только цена, да, по сути, тот уровень конкуренции, в котором ты сейчас варишься, скорее всего. Второй уровень конкуренции – это предложение, то есть важна клиентам не только цена, но и предложение. То есть, условно, есть, там, 10 таргетологов, которые предлагают свои услуги, там, за 30-40 тысяч рублей, но выбирают того, кто, помимо настройки рекламы, предлагает еще создание креативов и ведения в течение месяца и плюс, там, Инстаграм в подарок, да. Вот это предложение. Следующий уровень конкуренции – это сервис, да, то есть клиентам уже важна не столько цена и предложение, так, сейчас замутирую всех, чтобы лишних звука не было. То есть важна не только цена сервиса предложения, но и сервис. Не только цена и предложение, но и сервис. Что тут понимается? Что клиент готов доплатить за то, что ты, предположим, будешь, там, каждый день с ним общаться, либо каждые три дня ему высылать отчеты, там, либо у тебя нормальная продуктивная коммуникация с ним, да, то есть ты его понимаешь, ты его слышишь, и ты с ним хорошо коммуницируешься. Это уже клиентам важно. Следующий уровень конкуренции – это эмоции, да, то есть, как правило, здесь включается именно личный бренд. То есть клиенты готовы доплатить за то, чтобы работать с конкретным специалистом, у которого, там, классный опыт, крутые кейсы, он вообще прикольно выступает на конференциях, да. Вот. Тут важно понять, как бы, ты где сейчас, ты на каком пласте находишься. Если ты находишься на пласте конкуренции, связанной с ценой, то что бы ты там себя не строил, да, там, клиента все равно важна будет только цена. Именно поэтому ты говоришь, что, типа, вот мои клиенты, они там неблагодарны. А нет, они неблагодарны, просто ты не для них работаешь, не для них ты должен работать. То есть, условно, есть специалисты, которым нужен опыт, которые готовы, там, браться за чернуху, да, там, за какую-то дешевую работу, там, за 15-20 тысяч рублей. Вот. И они там работают, им окей, и клиентам это окей, все всех устраивает. Но как только появляется Никита, который с опытом, который, там, умеет больше, да, у которого, условно, там есть личный бренд, у которого есть, там, опыт, нахрена ему работать вот с этим пластом клиентов, понимаешь, двигайся выше. И именно за счет ценника ты сигнализируешь о том, кого ты из клиентов ищешь. Потому что, вот вы заходите, не знаю, там, в магазин, вы же понимаете, что если яблоки стоят 5 рублей, и яблоки стоят 100 рублей, это разные яблоки. То же самое, как машина. Есть машина, там, Hyundai Solaris, есть машина, там, BMW X5. И вы уже чисто по цене понимаете, что чем дороже, тем качественнее. То есть, ну, как бы, это у нас сидит у всех в голове. Таким образом, когда я, скажем, повысил свой чек, там, вот, у меня есть, там, какие услуги, там, аудит, стратегия, да, то есть я создаю аудит, стратегия для компании. На данный момент это стоит от 250 тысяч рублей. Для кого-то это дорого. И у меня нет задачи человеку объяснять, почему это стоит 250 тысяч и почему стоит купить у меня. Я просто понимаю, что пока что клиент не дошел до понимания того, что ему нужно купить у меня и именно за эти деньги. А как ему дойти до этого? Я уже объяснял. То есть пусть сходит на мое выступление, пусть почитает мой контент, там, отзывы клиентов, да, и он сам дойдет до этого понимания. Если я не дошел, значит, не мой клиент. То есть у меня нет задачи ему объяснять, почему это стоит 250. Так же, как вот у меня наставничество есть, да, 100 тысяч сейчас стоит. А для кого-то это дорого. Кто-то в этом ценности не видит, кто-то думает, ты что, там, типа, упал, что ли, 100 тысяч рублей тебе за месяц платить. Ну, а другие клиенты понимают в этом ценности. И 40 человек, как минимум, это поняли, да, там, и купили у меня этот формат работы, потому что они уже дошли до уровня осознанности, они понимают, что они сами не вытянут, то есть они сами не понимают, как перейти с уровня, там, работы за сотку до уровня работы за 500, за миллион. И им нужен проводник в виде меня, который ему объяснит, какие телодвижения нужно совершить конкретно у них, чтобы им зарабатывать больше. Вот, поэтому, еще раз, тебе нужно проработать позиционирование, да, то есть тебе нужно проработать вот эти сигналы для клиентов, которые скажут тем, кто не готов платить тебе такие деньги, что ты пока не для них, а те, кто готов платить тебе такие деньги, чтобы поняли, что ты именно тот специалист, которого они искали. Понятно ли я объяснил, сейчас я включу Никита. Так, уточняющие вопросы, ну, в последней фразе. Да. Вот эти сигналы, это цена, что еще? Это цена, это контент, который ты пилишь, это демонстрация клиентов и кейсов, с которыми ты работаешь. То есть, условно, если я демонстрирую в интернете, что я работал с Backstar, с Tony Robbins, с Ayazam, с Gondapass, с МТС, с ВТБ, вряд ли ко мне придет компания, там, салон красоты с оборотом 100 тысяч, согласен? Если она понимает, что я с большими клиентами работаю. То есть, для них уже сигнал, что я, как бы, не по карману для них. Вот. То есть, я сам сигнализирую о том, с кем я хочу работать, и кто со мной работает, как бы, и за какие деньги. И, там, скажем, 2-3 года назад у меня личка разрывалась от запросов. Макс, настрой мне Инстаграм, Макс, настрой мне Яндекс.Директ, Макс, продвинь мне, там, Инстаграм, сколько у тебя стоит продвижение в Телеграме. Сейчас у меня минимум таких запросов, потому что люди, видимо, Инстаграм, понимают, что, как бы, я не того калибра. То есть, как бы, им легче поискать специалиста попроще, подешевле. Понимаешь, да? Угу. Так. Ну, давай еще проще, окей. Сколько тебе лет? 21. 21. У тебя же были уже отношения с девушками? Ну да. Да. Вот были ли у тебя прецеденты, когда вот тебе нравится какая-то девушка, а она, как бы, не хочет с тобой встречаться, либо, там, идти на свидание? Угу. Да ну, так редко. Ну, я либо понимаю, что оно не для меня. Да, вот это тоже интересный момент. Давай с этого начнем, хорошо. Значит, были девушки, да, которые тебе нравятся, ну, которые, условно, там, 10 из 10, а ты себя оцениваешь на 5 из 10, предположим, да? Ну да. И ты к ним не идешь. Почему? Знакомиться. Ну, потому что я заведомо знаю, что, ну, скорее всего, нет. Да, а как ты это понимаешь? Как ты понимаешь, что она 10 из 10, а ты 5 из 10? Ну, по фоткам, там. Так. Ну, 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 как? Ну, потому что она транслирует... Вот, вот, вот тебе ответ. То есть ты понимаешь, проанализировав текстовую визуальную информацию, ты понимаешь, что это не твой калибр, то же самое клиенты. То есть если ты правильно сделаешь позиционирование свое в интернете, то, в принципе, бомжи клиента к тебе не будут идти. А ты думаешь, что... А ты работаешь со всем входящим потоком клиентов, пытаясь, там, абсолютно всем, там, продать одну и ту же услугу. А это разные уровни осознанности, то есть разные клиенты вообще. Кто-то твои клиенты, а кто-то не твои клиенты. Кто-то разделяет твое понятие, да, там, понимание, там, процесс, а кто-то нет. Для кого-то 50 тысяч рублей – это космос, типа, за настройку рекламы. Они могут тебе сказать, что да я сам себе настрой рекламы, либо там из Украины за 5 тысяч рублей кого-то найму там с Беларуси, они не настроят. Окей, настраивайте. Но через два года, когда вы, там, обосрётесь с 10 специалистами, вы придёте ко мне, либо к похожему специалисту, чтобы вы поймёте ценность нормальной настройки рекламы, потому что вы сольёте бабло, вы, там, не знаю, там, получите дорогие заявки, у вас не будет эффективности за такую настройку за 5 тысяч. Потому что если человек за 5 тысяч настраивает или за 10 рекламу, то, скорее всего, у него таких, как ты, ещё 100 проектов одновременно. И как человек, работая с параллельным составом проекта, может нормально уделить каждому проекту время? Никак. Ну, я вот сейчас, ну, как ищу клиентов, в основном это, типа, люди, у которых сформировался запрос. Давай, слышу. Ну, то есть, это люди, которые, там, или из Телеграма, или ещё из чего-то. Ну, то есть, сформирован запрос, мне нужен вот этот человек. Это, ну, насколько есть такие люди в этом? Ну, смотри, смотри, запрос у всех одинаковый. Все, все говорят, что им нужен таргетолог. Так же, как у тебя запрос, я хочу найти женщину для секса, да? Но под этим запросом кроются разные. Для кого-то хватит и просто настройки в Инстаграме, в Телеграме, да, там, в Фейсбуке, там, ВКонтакте, рекламы. Для другого важно не только цинальное предложение, для кого-то нужен ещё и сервис, для кого-то нужны ещё эмоции и доверия, для кому-то нужен личный бренд, для кого-то нужно подтверждение кейсов. Это всё нужно раскапывать. А как раскапывать? Через брифование клиента, либо через общение, как мы с тобой сейчас общаемся. Я же также в Zoom общаюсь, при этом у меня ещё есть фильтры определённые, да? Фильтрация клиентов, как у меня происходит. Если клиент, условно, вот я выступил на конференции, у меня там было порядка 30 выступлений за последние там полтора месяца. Ну, прикинь, сколько людей ко мне обращаются. Это же сотни человек. Но я понимаю, что из этих сотен человек не все мои клиенты. Как мне понять, что это мой клиент? Они мне все, я их всех перевожу в WhatsApp. Типа, напишите мне, там, ну, то есть, первое у меня касание какое, отметьте меня в Инстаграм, если вам понравилось моё выступление. Если вам нужна моя консультация, аудит, либо там, наставничество, либо ещё что-то, дайте мне об этом знать в Инстаграме. Вот, условно, там, 100 человек мне написала консультация, да, там, Инстаграм, предположим. Всем этим людям я говорю, ребят, смотрите, у меня консультация стоит 25. Я уже фильтрую по цене. Я говорю, вот у меня 25, я обозначаю цену сразу. Из 100 человек 50 остаются. Те, кто остался, для кого цена 25 окей, я говорю, ребят, вот вы теперь идите в WhatsApp и расскажите там примерно вообще, зачем вам нужна консультация, почему именно у меня вы хотите купить, чтобы они сами мне объяснили, почему именно у меня они хотят купить. Из 50 остается 15. Те 15, которые мне написали, типа, вот я хочу у тебя консультация, цена мне окей, хочу именно у тебя. Я говорю, окей, хорошо, я с вами свяжусь. Я жду два дня. И после того, как проходит два дня, из 15 человек остается пять, потому что первых 10 на эмоции хотели принять решение. То есть для них это было эмоциональной покупкой. И, как правило, те, кто на эмоциональную покупку идут, они недовольны от услуги, потому что у них это было на эмоциях. Вот у меня увидели, они на конференции, они зажглись, а потом они рацию включают в свой рациональный мозг, складывают все за и против, понимаешь, что что-то не то. И вот с этим пятью, которые остаются, я и работаю. Понимаешь, да? Как бы тебе нужен фильтр. Просто ты объяснял на примере входящего потока. Да. Я как бы делаю исходящий. Ну хорошо, исходящий, но исходящий тоже можно. За счет квиза, за счет опроса, за счет брифа, за счет, например, лид-скоринга клиентов. То есть ты можешь своих клиентов разделять на категории, выдавая им баллы. Если человек прочитал твои статьи, посмотрел видео, там, не знаю, как ты с тобой провзаимодействовал, почитал твой контент в Инстаграме, то ему наделяется пять баллов, предположим, да, там, либо там какой-то уровень great. Если он вообще ничего не читал, ничего не знает. Вот, например, вот я сейчас вот собираю заявки на мастер-майнд. Как вы думаете, ну, плюс они сейчас вот три плюсика поставьте, те люди, которые оставили заявку на этот мастер-майнд. Вот. Я же не просто так вопросы задавал. Знаете ли вы меня, доверяете ли вы мне, чем вы готовы поделиться мастер-майнд и проходили ли вы мастер-майнд? Я не просто так эти вопросы задаю, потому что я там уже фильтрую людей, которые не подойдут ко мне. Если человек пишет, он меня не знает, он мне не доверяет, он не видит смысла в мастер-майнд. Как ты думаешь, я могу его закрыть на мастер-майнд? Нет. И зачем мне тратить время на этого человека? Я могу, конечно, потратить, я могу с ним два часа поговорить, продать себя, продать ценность мастер-майнда. Но нахрена, если меня ждут условно 30 человек, которые уже готовы покупать у меня? Вот тебе, пожалуйста, пример с исходящим потоком. Я же сам инициировал эту форму, я ее скинул по чатам, я ее скинул там в рекламе, показал. Но я просто понимаю, что кто-то готов, кто-то не готов. Все, я концентрируюсь именно на тех людей, которые готовы именно сейчас работать на моих условиях, понимаешь? Ответил на вопрос? Да. Хорошо, спасибо. Так, дальше идем. Даниил Чернуха спрашивает. Реально ли делегировать создание контента для прогрева клиентов в сфере маркетинга? И как доказать наличие сервиса клиента на этапе переговоров? Хороший вопрос, сейчас у тебя включу. Так, можешь говорить. Да. Тут как бы получается два таких комплексных вопроса у меня. Первый по поводу создания контента. На данный момент мы стараемся бомбить всячески разным контентом, начиная с видеоуроков, авторские блоги, кейсы, какие-то исследования и так далее. И я считаю, что у нас в этом плане с организационной точки зрения происходит полный трэш, потому что это делаю я, это делают таргетологи, это делает человек, который у нас project manager создание сайтов, чат-ботов. Ну, короче, мне это не нравится. Возможно ли это как-то делегировать и как это правильно сделать? Потому что я не вижу вообще такой возможности. как условно какой-то копирайтер может написать статью на тему маркетинга, например. Может быть, у тебя был какой-то опыт, ты можешь поделиться. Да, опыт, конечно, есть. Я блогом занимаюсь уже порядка плотно. Три года. А так, в принципе, я уже лет 5-7 веду сообщества свои. Ответ следующий на твой вопрос. Смотри. Есть разные уровни контента. Есть разные степени контента, разные категории. Есть развлекательный, есть официальный, есть информационный, есть вовлекающий, ну и так далее. Вот официальный контент можно спокойно передать SMM-щику. То есть, ну там большого ума не надо, чтобы анонсировать какие-то запуски, какие-то старты курса, информацию о компании, о клиентах, пилить видеоотзывы, кейсы собирать. Это все к официальному относится к коммуникации, это можно спокойно делегировать. Ты никогда не сможешь делегировать личный контент, именно на который приходят клиенты в основном, потому что клиенты верхних уровней, как мы уже выяснили, приходят на личность. Им важно понять, кто ты за человек. А SMM-щик за тебя не раскроет тебя, понимаешь, как человека. Если ты понимаешь, что на личный контент уже твой приходит, то его нужно продолжать вести. Это значит, как с Аязом. Когда у Аяза работал полтора года, будучи директором по маркетингу, он тогда как раз игрался с тем, что он пытался делегировать ведение блога ВКонтакте к какому-то там специалисту или команде. И у него вовлеченность упала просто в ноль. То есть, у него там было 75 тысяч подписчиков, или там 100, или там 120, не помню на тот момент. И у него там 3 лайка, 3 комментария. Он меня даже просил подкручивать ему лайки и комментарии в тот момент, потому что это выглядело очень убого и тупо, когда там у тебя 75 тысяч подписчиков, и там и 2 лайка стоят. И он в какой-то момент понимает, что это нельзя делегировать, потому что люди приходят на него, не на компанию, а на него, как на личность. И эту личность нужно раскрывать в интернете. Соответственно, личный контент ты пилишь, продолжаешь, раскрываешь себя как личность, раскрываешь себя с разных сторон, рассказываешь про какие-то факапы, про инсайты, про идеи, как я это делаю. Официальный контент, пожалуйста, делегируй. Можешь говорить, вот раз в неделю нужно выкладывать кейс, вот у меня там отзыв человека, его там, значит, его упакуйте и выложите. Это можно делегировать спокойно. Можно делегировать развлекательный контент, вовлекающий. Например, там выложить фотку, сказать, найдите 10 отличий. Первое, второе фотки. Или там, давайте проголосуем за это, за то, там, это, пожалуйста, может делать другой человек. Но если ты раскрываешь свой образ архетип в интернете, то это за тебя никто не сделает. Ответил на вопрос? Да, и еще можно сразу же про это? Да, да, конечно. Вообще, насколько важен для создания вот этой воронки коммуникации с клиентом именно официальный контент? Потому что, ну, я сейчас как бы без него, в принципе, живу, потому что, ну, кейсы я не могу назвать у нас официальным контентом, потому что сидят реально 2-3 человека и пишут этот кейс, он там километровый и так далее. Вот. И с опытом, и с профокапой, там, и все. А если делать какой-то официальный контент, насколько это вообще полезно и нужно? Потому что для меня, это в моем представлении, да, мировоззрение, это какой-то прям, знаешь, такой условный канал Телеграм-болванчик, на который все подписались чисто для галочки, и вообще непонятно, зачем он нужен. Ну, там, и средущику деньги платить. Открой сейчас аккаунт Parabellum, Андрей. Вот у него есть... Как еще? А, Parabellum? Да, Андрей Parabellum. Вот у него 30% контента – это официальная коммуникация, это публицистический стиль, где четко факты и цифры раскладываются. Например, кейсы. Он не сам эти кейсы пилит. То есть у него есть команда, которая ему формирует эти кейсы, то есть они берут учеников, раскладывают, как ты говоришь, там, точку А, точку Б, до обучения, после обучения, там, монтируют, добавляют заставку и выкладывают. Это не сам Андрей делает. Но сам Андрей пишет свой контент, где он раскрывает свою ценность, где он рассказывает свои мысли, инсайты пишет. Вот тебе пример того, как это можно вести. Понятно. И касательно... Здесь вопросов нет. И касательно наличия сервиса клиента, то есть, допустим, мы там делаем ежедневные отчеты по рекламе, брифование у нас идет, делаем в отчетах презентации, если нужно для совета директоров, там, допустим, показать, что получилось, да, там, красивую презентацию можем оформить. То есть есть там всякие сервисные штуки, естественно, там с клиентом можно каждый день созваниваться и так далее. Как это на этапе переговоров показать клиенту? То есть, если когда ты показываешь кейс, тут понятно, человек увидел, что вот там результат какой-то. А когда я начинаю рассказывать про сервис, у меня такое ощущение, что у меня просто какая-то пыль в глаза клиента, и ему на это вообще особо не возбуждает. Смотри, хороший вопрос, отвечаю. Сервис не нужно показывать, его нужно делать с первого же касания. То есть, вот ты вот ходил когда-нибудь в фитнес-зал, в фитнес-центр ходил? Да. Или там какие-то премиальные рестораны? Ты когда уже... Ну, да, конечно. Да. Ты когда входишь, ты уже чувствуешь сервис. К тебе официант не подходит и не объясняет, что такое сервис и что у нас классный сервис. Именно поэтому ты платишь за там блюдо не 500 рублей, полторы тысячи, ты уже понимаешь, исходя из интерьера, исходя из, опять же, вот этих вот сигналов, которые ты получаешь. Понимаешь? То есть, какие сигналы это могут быть? Качественное КП. Это первое касание, кто-то совершает с клиентом. Если у тебя классно сформировано КП, клиент уже понимает, что это не Шарашкина контора. А если у тебя в чате, помимо тебя, еще пять человек команда, он уже понимает, что это не Вася Пупкин, вчерашний студент, решил заняться таргетом, а это реальная компания, это сервис. То есть, как бы, ну, если есть аккаунт-менеджер, да, там, еще кто-то там, он уже понимает, что это команда. Третье, если ты по договору работаешь, если у тебя ООО официально с обороткой нормальной, для клиента это тоже сигнал, что это ни херня какая-то, это как бы серьезный подход. Вот эти все сигналы, они складываются в единую, в общую картину, и клиент принимает решение. Да, действительно, тут есть сервис, тут есть за что заплатить, доплатить. То есть, тебе не нужно объяснять сервис, тебе нужно его показывать уже по факту. Понятно. Привет. Привет. Получается, у меня возникла такая проблема. Когда я только начала зарабатывать онлайн, и вообще этим всеми интересоваться, после прохождения обучения у блогера был чат с вакансиями. Вот, через туда я нашла себе клиентов, и я с ними работаю на протяжении года, и то есть, одного нашла, остальные все приходили ко мне по сарфанному радио. Когда я перестала с ними работать, и сейчас я начала заниматься поисками клиентов, и у меня просто ступор, я не знаю, куда писать, кому писать, зачем писать. И я просто, ну, в недоумении. Как сейчас работает рынок, потому что я начала все смотреть, все изменилось максимально, потому что я месяца три этим уже не занимаюсь. Хороший вопрос. Опять же, какого рода клиенты тебе нужны? Сколько они должны тебе платить, и какая услуга? Услуга продвижения СММ? Не прям комплексная, вот ее больше я занималась с блогерами продвижения их аккаунтов. То есть, составляла аудиты, как продвигать, я нанимала им дизайнеров, таргетологов и так далее. То есть, занималась, ну, можно сказать, по словам, менеджером была. Хорошо. Как ты думаешь, вот этой категории клиентов, что важно? Цена, предложение, доверие, сервис, эмоции? Что им важно? Что им важно? Да. При выборе подрядчика. Доверие в услуги? Конечно, доверие. А как и завоевать доверие? Вряд ли ты завоюешь доверие, если ты будешь спамить им в личку, типа, поработать и со мной. Согласна? Да, ну, поэтому я этим не занимаюсь сейчас. Да. Вряд ли. А там, как у меня произошло, сейчас извини. Я понял, я понял. Первый раз, когда клиента нашла, вот с ней, соответственно, доверие образовалось, то есть, следующие люди, которые приходили, но никто ни разу не спас, что у меня ни кейс, ничего, потому что они сами просили, чтобы я с ними работала. Да. Тут вопрос. Если твоим клиентам важно доверие и эмоции, то тебе нужно найти, во-первых, те точки касания, в которых ты можешь показать им доверие и вызвать у них эмоции. Как это сделать? Например, я выступаю сейчас, и большинство у меня выступлений не носят характер, типа, там, обучить, а скорее просто презентовать себя. То есть, у меня нет задачи за полчаса, за час людям весь маркетинг рассказать. У меня задача себя презентовать. Да, естественно, я отдаю пользу, людям нравится, но у меня задача найти себе клиентов с этого мероприятия. И как я это делаю? Я понимаю, что из сидящих 500 человек в зале, если даже одному продам аудит за 250 тысяч рублей, я уже окупаю свою деятельность как спикера. То есть, это получается, это выступление на конференциях, это участие в мастер-майде. Вот у меня сейчас запускается мастер-майнд, условно, вот ты сейчас его оплатишь, у нас там будет 30 человек. У тебя уровень доверия друг другу, то есть тебе и другим людям будет высокий, потому что вы находитесь в одном поле информационном, в одной структуре, и там легче продать. То есть, например, ты там можешь совершенно спокойно также вот найти какую-то движуху блогерскую, где тусуются блогеры, там какое-то обучение, там, не знаю, какой-нибудь Афониной, Митрошиной, там, не знаю, еще у кого-то, там, заплатить. Тебя добавляют в общий чат, вы коммуницируете, дружите друг с другом, и там уже легче продать свои услуги, потому что уровень доверия тебе выше, чем какому-то левому человеку. Согласны? Да, окружение важно. Тут вопрос даже не про окружение, тут вопрос именно про контекст. Контекст восприятия тебя. Одно дело, ты с улицы пришла, написала, предложила, даже если ты классный, тебе вряд ли будут доверять. А другое дело, если ты лично знакомый с этими людьми, да, там, они тебя видели, вы общаетесь, да, там, вы находитесь в одном сообществе, бизнес-сообществе, в мастер-майнде, в обучении, там, еще где-то, то и тебе и доверять больше будут. То есть тебе нужно совершать те точки касания, которые максимально эффективно раскрывают доверие и эмоции. Понятно, я сказал? Да. Спасибо. Можешь на Бали слетать, да, там, вот, у меня куча кейсов, примеров есть, когда люди прилетали на Бали, там, вот, Евгения Павловская, скажем, психолог. То есть до этого у нее, там, обучение стоило 100-200 тысяч. Она прилетела на Бали, закрыла, там, всех звездочек и всех, там, инфобизнесменов, и у нее теперь мастер-майнд годовой, по-моему, полтора-два миллиона стоит. Потому что контекст другой. То есть одно дело, она бы это предлагала на каком-то, там, бизнес-тусовке в Москве, другое дело на Бали. На Бали случайно люди не прилетают, потому что это дорого. Там, один перелет сотку выходит. Там, проживание, там, дорого. И случайно люди там не оказываются. Там вот эти дебилоиды, которые в чат Telegram, в Zoom сегодня залетали, они вряд ли на Бали летают, понимаешь? Ну да. Да, поэтому контекст важен, контекст людей. То есть там уже собрана аудитория, которая осознанно, которая готова платить за качественный сервис, за качественную услугу оказывать. Если ты там в этом контексте оказалась, то ты по умолчанию часть этого сообщества. И в тебе уже по умолчанию доверие есть. Понимаешь, да? Да. Так, спасибо, Юля. Так, давайте дальше. Так, Дмитрий Щербак спрашивает, значит, как правильно выстроить систему привлечения на маркетинговые услуги? Сейчас большинство клиентов приходят через сарафон, это не очень управляемая история, плюс нет постоянного управляемого потока. Ну, в принципе, я начал уже отвечать на этот вопрос. Ну, давай персонально для тебя. Сейчас я тебя размутирую. Да, можешь говорить. Да, привет еще раз. Посмотри, у меня небольшая команда. Мы оказываем маркетинговые условия. То есть это сайт, настройка контекста и в большей степени аналитика. То есть сложная аналитика для компаний, для B2B сектора. Поэтому последние два года это делал для Ikea. Вот решил уйти в свое дело, назовем это так. И сейчас проблема в том, что большие клиенты приходят, ну, это долго. То есть там, во-первых, подписание, это иногда 3-6 месяцев. Во-вторых, их сложно найти. И они приходят, в принципе, все по сарафану или там узнают откуда-то про меня. И третье, то, что я не работал с маленькими клиентами. И те услуги там по аналитике там каким-то системам сквозным, они там с большими чеками. Я четко понял, что крупные клиенты не приходят с рекламой. Да, можете со мной согласиться, можете нет, но это факт. То есть как бы не будет такого, что вы пыльнете рекламу на свой сайт, и вам тут же клиент с порога миллион рублей отвалит, да, там на счет через сайт. Такого не бывает. Потому что такие деньги платятся при личном контакте, да, когда вы там взаимодействуете с клиентом, когда вас знают, когда он доверяет. То есть там куча моментов. Соответственно, нужно принять как факт, что емкость для тебя, как, ну, для человека, который пытается продать на большой чек, маленькая клиентов, который готов сразу тебе это заплатить. То есть это в самом сарафан. Да, либо клиенты, которые тебе доверяют. Как из этого выйти? Значит, как я из этого выйду? Я выстроил продуктовую матрицу. То есть вот у меня есть продуктовая линейка, причем она выстроилась даже органически. То есть вот есть большое количество людей, которые скачивают мои курсы со складчиной. Да, как бы, ну, мне похрен, честно, скачивайте дальше. Но прикол в том, что люди, которые скачали на складчине этот курс, потом ко мне приходят платить деньги. Почему, как ты думаешь? Увидели ценность, скорее всего, поняли, что это нужно. Да, то есть получается вот этот курс, который сейчас вот все скачивают в складчины, да, он не несет никакой пользы практически для человека. Вот он послушал это как красивую сказку, но он не понимает, как с таблицами работать, да, там, как вот это, как вот у него куча вопросов, на которые никто не ответит, кроме меня, потому что я создавал этот курс. Понимаешь? Дальше он что делает? Он, соответственно, скачал мой курс, подписывается на меня в Инстаграме, начинает меня читать. И он видит, что люди, которые оплачивали, там, наставничество, да, там, консультации, они имеют результат. И у него в голове складывается следующая картина, что получается, скачав бесплатный материал, он не получил результат. А чтобы получить результат, нужно доплатить клиента, Максу, там, за консультацию или за наставничество, за личную работу. И он начинает следить за этим форматом работы, то есть он начинает смотреть отзывы, он начинает, там, изучать мой контент, изучать меня. И через примерно полгода-год у меня плечо сделки именно такое примерно, да, с того момента, как человек подписался на Инстаграм, до момента, когда он мне что-то оплачивает. Ты можешь, вот, выращивать клиентов, ты можешь работать с мелкими, средними клиентами, чтобы их перевести потом в крупную сделку. Как? Ты можешь такую продуктовую матрицу выстроить, что каждый путь будет продавать следующий, то есть каждый продукт продает следующий этап. Ну, например, да, вот ты можешь сам даже не делая, сформировать команду, которая будет настраивать рекламу для мелких клиентов, которые получат так называемый микрорезультат, то есть первый результат, первые заявки. Как только они получили первые заявки, у них отпадает вопрос в твоей экспертности и в эффективности данного инструмента, согласен? Тебе нужно понять, что для твоих клиентов нужно на ихнем уровне сознания, готовности? Что нужно вашим клиентам на первом уровне? Вот я могу так сказать, что у меня на первом уровне, что нужно маркетологам, предположим, которые на меня подписаны? Макс, я хочу больше зарабатывать. Все, я там, блядь, зарабатываю 50 тысяч рублей, хочу 100, 200, 300. Это первый уровень. Что я им даю? Я им продаю идеи того, что да, это реально. То есть, как бы, и я им продаю маркетинг, потому что, как правило, 90 процентов этих маркетологов думают, что их затык связан именно с инструментарием, что они не понимают, как автоворонки делать, они не понимают, как сайты пилить. То есть, они думают, что ихний рост в деньгах связан напрямую с их навыком. Но это не так. И, соответственно, у меня задача постепенно перевести их уровень сознания, понимания проблемы с инструментарием в голову. И именно за счет контента я это и делаю. Я людям объясняю, что проблема не в том, что ты не знаешь, как автоворонки делать, а ты не умеешь их продавать. А если ты не умеешь их продавать, это связано с головой. То есть, это связано с уровнем понимания себя, окружающего мира, как коммуницировать с клиентами, как себя самопрезентовать, какие-то затыки, заеба, тараканы в голове твоей нужно решать. То есть, с фундаментом психологическим поработать. И, соответственно, когда люди уже начинают это понимать, они переходят из просто типа мне нужно объяснить, как с маркетингом работать в типа «Макс, помоги поработать с головой своей». Все. Вот этот переход, вот этот ключ переходит, понимаешь? Кому хочется продолжить в таком же формате общаться, да, там со мной, с ребятами, которые сегодня присутствовали. Я еще раз продублирую в чат, значит, ссылку на заявку на мой мастер-майнд. Мастер-майнд будет годовой, в течение года, каждые две недели мы вот так вот созваниваемся, я отвечаю на вопросы, вам что-то объясняю, делюсь своим опытом. Я тоже поставил себе большую амбициозную цель на год, порядка 15 миллионов рублей чистыми на себя, да, чтобы потом там поехать обучиться в Америке. Да, вот у меня такая большая цель. Вот, соответственно, кому интересно, пожалуйста, там заполняйте анкету, вот, и там позовите своих друзей, вот, кто у меня уже обучался, для них спецпредложения по цене, кто не обучался у меня, да, там вам будет обычная цена. Вот, в общем, буду рад вас всех видеть, надеюсь, вы увидели ценность такого формата работы, я сам сейчас тоже там состою в нескольких таких клубах, вот, поэтому буду рад всех вас видеть, вот, кому нужна персональная личная работа, тоже можете мне написать в Телеграм, либо, там, Инстаграм, там, по наставничеству, по консультации тоже могу вам помочь в этом, вот. Ну и еще хочу с вами поделиться, там, этой новостью о том, что у меня сейчас пишутся две книги, первая книга мы с Кирой Мулановым сейчас пишем про маркетинг, да, вот, надеюсь, там, в ближайшее время мы ее все-таки допилим, потому что уже пять месяцев мы и пишем, хотим большой фундаментальный труд сделать, вот, а вторая книга про наставничество в маркетинге, да, то есть я поделюсь именно своим опытом, сейчас я вот договариваюсь с издательствами Exmo и IST, да, по этому вопросу, вот, и надеюсь, что данная книга тоже поможет многим, там, найти свой путь в маркетинге, больше зарабатывать, там, пройти через трудности, сложности, которые, через которые я проходил, и не наступать на те же грабли, которые я наступил, вот. Еще раз вам спасибо за доверие, спасибо, что вы со мной, вот, и до скорой встречи, вот, запись скину, все, всем пока, спасибо. Спасибо. Спасибо.